я приветствую вас дорогие друзья уважаемые гости и подписчики моего канала последний день победы в украине отмечается сегодня через год это уже будет день европы но все прекрасно понимают что 9 мая уже ну скажем так в нашей стране совершенно другой день олег игоревич соскин со мной прямо сейчас на связи олег игоревич здравствуйте здравствуйте для начала в этот день день победы заменит день европы ну я считаю что это надо говорить дни памяти и дни жертв десятков сотен миллионов то есть надо четко давать правильную я все время уже десятилетия про это говорю к сожалению этот подход не был господствующим во времена кучмы и к сожалению ющенко и порошенко но тем более этого разбойника бандита януковича надо давать правильную оценку события что это была никакая не отечественная война великая отечественная это все придумано коммунокогибистами чекистами на самом деле это бились две империи в основе одной империи фашистской лежит основ она основана на сверх так называемой нации которая имеет право всех других уничтожать диктатура должна быть сверх нации а другая империя была основана на сверх классе который тоже должен пролетарий диктатура пролетариата там была диктатура сверх нации а у коммунистов большевиков чекистов была диктатура пролетариат а что такое пролетариат это разбойники ничего не имеющие бьет час экспроприаторов экспроприируют грабь награбленная то есть разбойники бандиты захватили власть и они установили свою диктатуру поэтому одна была диктатура шикель грубера гитлера другая диктатура этого как он там называлась джугашвили бандитская кличка сталина вот две диктатуры эти империи между собой бились одно зло породило второе зло а украина беларусь кстати ну польша само собой стали это славянские славянские территории стали той ареной на которой происходила битва двух монстров хищника и чужого да чтоб так народу понятно вот бились два два зверя два людоеда два каннибала поэтому для украины в чем победа что один хищник захватил территорию раньше коричневый хищник коричневый дракон захватил территорию красного драка красный дракон отбил территорию коричневого дракона на нашей земле. И захватил ее на долгие еще почти 50 лет. Вот о чем речь идет. Какая же это победа? Это просто смертоубийство было лучших наших сынов, нашей нации, нашего народа. Вот о чем речь идет. Украинец, который водрузил флаг над Рейхстагом, это же все-таки победой украинского народа? Или, соответственно, воюя за красного дракона, это уже не украинцы? Понимаешь, в чем дело? Вынуждены были стать. Выхода не было. Надо было победить этого коричневого дракона. Победили. Но потом же не освободились от красного. Вот если бы освободились от красного, вот это была бы победа. Если бы свергли тогда коммунизм, наши прадеды и деды, понимаешь, и отцы, вот это была бы победа. Тогда бы украинский народ, русичи, украинцы, славяне, освободились бы от красного дракона, победив коричневого. Надо было и второго уничтожить. И вот не уничтожив его, теперь имеем новую войну. Вследствие того поражения. Вот в чем дело. Парад на Красной площади, он таки состоялся. Путин лично присутствует вместе с Путиным. Кстати, вот просто здесь очень разные трактовки. И сразу можно, собственно, понять по риторике, кто как относится. Шесть государств, лидеры, Туркменистан и ОДКБ, часть государств, они приехали лично на этот парад. У нас в украинских пабликах, украинские аналитики говорят, что это живой щит, чтобы ничего не прилетело на Красную площадь. Кто-то говорит, что до последнего никто не знал, потому что их в последний момент заставили. Потому что, как ни крути, статистически это самое большое международное представительство с 2020 года. Ну, там, понятно, пандемия, первый год, ну, начало войны полномасштабной России против Украины. Что, какие мысли вызывают у вас вот это присутствие, вот это свидетельство укрепления в Средней Азии Путина и России? Давай сначала назовем этих предателей Украины, пособников Путина. Ну, его можно сравнивать и со Сталином, и с Гитлером. Это преступник. Это сегодня преступник 21 века номер один, преврошедший и Каддафи, и Хусейна, и Пулпота, и Мао-Дзидуна, и семью этих Северной Кореи. То есть это реальный преступник номер один в 21 веке во всем мире. Ему на него выдан ордер, на его арест. Вот это важно. То есть он уже закреплен, и в ПАСЭ закрепили, и в комитетах ООН, РФ, и Беларуси, Лукашенко, что Путин, его разыскивает Международный уголовный суд. Это преступник. Его надо арестовать. Поэтому те лидеры, ну, те, как их назвать, их хорошо Филатов охарактеризовал, мэр Днепра, он их правильно назвал, классное слово говорит. Вот эти вот, которые приехали к нему, это предатели, это преступники, и это все офицеры КГБ. Это все офицеры КГБ. И вот это там начали тень на плетень наводить, что там Синдзипин, им сказал Китай коммунистическо-бандитский приехать, триадный. Это все брехня. Это просто было принято решение, но там давай их перечистим. Смотри. Беларусь раз, Лукашенко с двумя справками сумасшедшего в советский период выданными. Так, ничтожество было, абсолютное ничтожество. Вообще никакой. Звать никак. Пашинян приехал, так? Ну, этот просто свою шкуру спасает и там крутится. Тоже там какой-то бывший вообще из ничего поднялся. Дальше кто приехал? Туркменистан приехал, этот сынок этого, тоже захватившего власть, там диктатура полная, просто там концлагерь, так? Туркменистан третий. Таджикистан приехал, правильно я? Да, Рахмон, да. Рахмон, это чистый офицер КГБ, это до мозга и костей и поставленный был КГБстами всеми, так? Таджикистан четвертый. Пятый, это у нас... Киргизстан, Садыр Жапаров, Казахстан, да, Такаев, это тоже офицер КГБ, давний еще, это такой, знаешь, двойной агент, китайско-советский был, посланный в Китай и так далее. И Киргизстан, шестой, правильно? Вот. Никого не забыли? Еще кого-то забыли, наверное? Нет, никого не забыли, пока вот такие. То есть, получается, смотри, приехала Шобла, которая прилюдно, публично поддержала находящегося под уголовным, в уголовном розыске, в международном, бандита, преступника, геноцидника, террориста, который уничтожил уже тысячи детей, десятки тысяч детей в Украине, женщин и людей старшего возраста, разрушил уже сотни украинских городов и населенных пунктов, сотни, убитые и ранены уже сотни тысяч украинцев. Уже только в Западную Европу бежало около десяти миллионов женщин, детей и людей старшего возраста. Страна потеряла 60% своего народно-хозяйственного комплекса. Потери составляют минимум один прямые, один триллион евро. Представляешь? И вот этого ублюдка сегодня с ним стало, что они празднуют? Они празднуют победу мирового зла, коммунизма, коммунизма, чекизма, кагибизма, большевизма, на кладбище, потому что Красная площадь в Москве — это полная некрофилия, некроз, это кладбище, стоят возле зигурата, где пергамская гробница сатаны, там лежит червивая мумия Ульянова Бланка, Ленина, антихриста современного. И вот они там собрались эти такие же. То есть сегодня надо говорить о том, что теперь можно наносить удары по этим территориям тоже, потому что они составили вместе с преступником международного уровня Путиным единый конгломерат. Они дали им вырваться с изоляции. Они предали Украину, открыто украинский народ, его трагедию предали. Погодите, вы сейчас об ударах по Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Беларуси. Армении. Враги. Но это враги. Ах так же. Они враги. Они стали с главным врагом. Они создали с ним коалицию. Она давно была так же, как Северная Корея, Иран. Это враги Украины. Ну, надо реально говорить. Идет война. Главного врага враг собрал своих сторонников, членов своей коалиции. Это члены его коалиции. Это фактически переход к началу третьей уже открытой фазе мировой войны. После этого надо бить по ним. А как иначе? Разрывать дипломатические отношения и бить по ним. Они признали врага Украины, которые находятся полностью в котле крови младенцев, которых он убивает. Умань сейчас последняя, Днепр, Николаев, Херсон. Вот последние, это уже доказанные убийства, массовые убийства гражданских людей. Сегодняшняя ночь. Поэтому о чем говорить? Это фактически террор. Это не фактически, это террор. Это надо вещи называть. Это террор против славянской страны в центре Европы. Ну смотрите, Олег Игоревич, вы достаточно всегда четко, ясно и радикально излагаете определенные позиции, но вот давайте будем откровенны. Ну вряд ли же Зеленский, киевская власть, офис президента, украинский МИД даже выступит с инициативой на дипломатическом уровне выразить протест или уж тем более там как бы вступить в конфронтацию с Казахстаном и другими вышеперечисленными странами вот на таком максимальном уровне. Придется это делать, понимаешь, я же говорю не потому, что там эмоции руководят, просто во главе страны стоят абсолютно глупые, ну я же с 1984 1984 года я занимаюсь высшей преподавательской и прочей деятельностью, поэтому через меня прошли десятки тысяч детей, людей, мэров, депутатов всяких уровней и так далее, и так далее, понимаешь, ну я же как бы не зря был так, ну ладно, что там рассказывать в конце концов, то есть есть логика революционной антиимпериалистической войны, которую ведет Украина на сегодняшний день, в открытой форме, и эту логику нельзя, это объективные каноны, это даже больше, чем законы, это константы, то есть если твой враг, а Путин враг украинского народа, славянского народа, всего славянского народа, Шаломов Путин, если он собрал вокруг себя, то есть они посчитали необходимым и нужным с ним вместе публично стать за одну трибуну, с тем, который является разыскиваемым преступником за геноциды, массовые похищения детей, представляешь? То есть он преступник, они стали с ним вместе, значит, они тоже преступники, они хотят закрыть собой преступника, что надо было делать, наносить удары беспилотниками и ракетами по этому Кремлю и этому мавзолею. Зеленский это сделал. Во главе страны стоят некомпетентные люди, не знающие, не профессионалы, не знающие истории, ничего не умеющие, актеры стоят, это просто богемная тусовка. В этом трагедия украинского народа, который 350 лет был под колониальной оккупацией Российской Московской империи. Вылечить его не удалось за эти годы. Вина в этом лежит прежде всего на Кучме, на Пинчуке, на его жене, на дочке его Лене, на этом клане, который его поддержал. И Кучма дальше их продолжал всех учить. И Порошенко, и Януковича, и Зеленского. Вот трагедия самая страшная. То есть колониальный народ не может стать сразу свободным. Он не может различить, он не может отличить фальшивое, суррогат, рзацпродукт от того, кто ему нужен. Олег Игоревич, а чем этот колониализм отличается от колониализма Запада сейчас? 9 мая, День Победы последний, как я уже отметил, это вот официально, можно друг друга поздравлять с Днем Победы. Дальше со следующего года, 9 мая, уходит, становится День Европы. К нам приезжает Урсула фон дер Ляй. Да, приятно. Я просто такую мысль достаточно странную хотел бы с вами обсудить. Смотрите, мы отказались от советского прошлого, и все, что связано с 9 мая, именно 9 мая, как праздником, у нас теперь День Победы над нацизмом, вспоминаем погибших, вроде бы как, ну, понятно, да, вот такая политика, такое решение Зеленского. Но День Европы, какой Европы, в которую нас не берут? Нам не надо думать, куда нас берут, мы должны быть самостоятельны, мы должны определиться, какой наш духовно-цивилизационный путь. Азия — это всегда рабство. Мы с Азией ничего не имеем вообще общего. Азия формируется по, в основе лежит всегда у любого государственного образования матка, и вокруг нее рабы собираются, работники. Все, так в коммунистическо-бандитском Китае, так в Таджикистане, так теперь в Туркменистане, так везде. Одно и то же. Одно и Северная Корея, и даже те, которые чуть-чуть продвинулись по более такому, скажем, свободному пути, там Южная Корея, Япония, там все равно фактически закреплены вот эти ментальные матрицы. Япония пронизана якудзой, пронизана кланами и этими образованиями, так же, как Южная Корея. Поэтому азиатская, это ж не Соскин придумал. Это почитать на всех классиков, даже Карла Маркса почитать. Он, так сказать, умел все это всегда абсорбировать и выдавать немножко за свою компиляцию. Он четко описывал азиатский способ производства. Это уже как бы для, чтобы биомасса понимала это. Она наиболее хорошо, она воспитана на марксизме и ленинизме, поэтому для нее это как бы более легко понять. Других же не читают, никто вообще не читал. Поэтому вот это азиатский способ. Там нет свободы человека, там нет человека как такового. Там есть просто коллективное мышление с этого роя. Роя, даже не стадо, роя, даже не стаи. Европа, это всегда было индивидуальное сознание, это всегда было человек в основе стоял, субъект. Даже начать от греческих колесов, да, от всего, понимаешь? Но потом тоже заболели этим империализмом. Империя Александра Македонского, Римская империя, и так далее, и так далее. Вот это заболевание империями, оно уничтожает индивидуальную свободу. Евросоюз это тоже сегодня империя. И в этом его погибет. В этом его нету. Сейчас наступает эпоха хаосу. Хаосу не нужны империи. В чём главная суть сегодня вот этих доктрин, которые там эти сборские клубы, и прочие всякие клубы, да, и в чём суть? Империя. Империя, империя, сейчас Дугина опять говорит, что надо восстанавливать Византийскую империю. Нифига себе. Да не надо нам вашей империи, блин. Пошли вы нафиг с вашими империями. Вон мы посмотрели на эту коронацию несчастную, да, этого полуживого, с его там консорт. Понимаешь, не поймёшь. Это ж просто, это такое убожество, которое вообще одно рыгалово вызывает. Понимаешь? Не зря там прошёл этот типа представитель смерти или ещё чего-то, да, потустороннего мира, когда его там короновали. ну, говорят, монтаж там, ну, каким-то образом. Какой монтаж? Нет, смотрите, просто странно как-то вот, мы сейчас, вы сейчас продолжите про коронацию, про монаршество, но смотрите, какая интересная история, то есть, парад на Красной площади, вот эти слова Путина, ну, высокопарные, да, понятно, как бы, приводить их все видели, то есть, Путин вышел, всё как бы, единственное, что сказал про Украину, что там, Киев попал в заложники госпереворота, разменная монета в руках Запада, ну, ну, как бы, ничего нового, то есть, какой-то новой сентенции от парада, ну, это, наверное, придумают только идеологи, как-то вот перекрутят, как-то выставят, сказать, вот, смотрите, Путин что-то новое сказал, там, похвалил, или там, стал, там, как бы, сказал, что участники СВО, это вот там, гордость, и вот отсюда, как слепят какую-то новость из этого, на самом деле, по большому счёту, ожидаемой речи, ничего экстраординарного не было сказано на этом параде, но, тем не менее, да, вот, получается, и парад, да, преступников, и коронация Карла Третьего, не говори, при чём тут нравится или не нравится, мы делаем с тобой анализ, понимаешь, это может нравиться, там он, например, у этого, как его, у Резнякова, жена, ему 56 лет, ей 36 лет, вот там нравится, не нравится, первая ему раз нравилась или какая, он взял ту, которая нравится, да, или взял этот Кулеба, министр иностранных дел, первая ему разонравилась, он взял вторую молодую, которая ему понравилась, да, поэтому мы с тобой этими, этими дефинициями не оперируем, дело не в нравится или не нравится, а дело в анализе, так вот, я тебе говорю, что то бутафория и то бутафория, для плебеев, для плебса, чтобы он биомасса заглатывала какой-то хавку, хавку заглатывал, называется карнавальное общество хлеба и зрелищ, хлеба и зрелищ, вот и все, вот это самое поганое в 21 веке, информационно, технологических, этих, у каждого есть все это самое уже устройство, он может получать любую информацию, но это все, даже это устройство, оно не делает человека хомо сапиенсом, он все равно с него берет то, чтобы захавать и отключить остатки мозга, только там в западном мире отключают с помощью этих бутафорских коронаций, там этих карет и так далее, понимаешь, бриллиантовые кареты, золотой кареты, потом эти надели им короны какие-то, слышишь, а в Москве отключают мозг, остатки мозга с помощью вот этой буфонады, на могиле, на кладбище, прямо на кладбище, чистый некроз, чистая некрофилия, энтропия, и народ тоже это хавает, и говорит, мы еще будем идти дальше под этим Артемовском бахмутом, будем сдыхать, у них уже вся страна покрыта этими могилами, но они ж себя убивают, но и мы ж теряем, вот же в чем дело, и у нас же это растет, понимаешь, наши гибнут, у них зэки гибнут в основном, а у нас лучшие пассионарии гибнут, те, которые стоят за свободу, Украины, русичей, Руси, Руси стоят за свободу, а там московицкое царство восстанавливается, оно и было порождено Хазаро-Тюркской империей под названием для быдла татаро-монгольским назвали, вот и все, потому что никто историю не хочет учить, да и нечем учить, чтобы учить, надо мозги иметь, серое вещество, а в таких случаях, говорят, у него была одна извилина, мягко-плавно переходящая в толстую кишку, понимаешь, вот что проблема, научить нельзя, получилось, научить нельзя, Олег Игоревич, смотри, это буфонады, одна буфонада для одного шоп-хавка и для другого хавка, вот и все, отвлечь, надо отвлечь от реальных проблем, народ надо отвлечь, чтобы он не думал, чтобы он смотрел картинку, вот и смотрят, но до времени это уже заканчивается, это заканчивается уже, будет, о реальных вещах сейчас поговорим, чтобы вот, ну, по поводу парада, да, как-то вот подытожить, в общем, Путин выступил, ничего не прилетело, что он сказал, да, вот, что против, там, говорит Путин, нашей Родины вновь развязана настоящая война, и, мол, Россия защитит жителей Донбасса и обеспечит собственную безопасность, понятно, что можно прицепиться и как-то докрутить эти слова, и наверняка их там будут переливать, как я уже сказал, перекручивать, но может ли это означать, ну, какой-то, ну, условно, вот эти территориальные линии, к которым мы сейчас подошли к началу, или там, не знаю, к перезревшему уже ожиданию украинского контрнаступления, потому что жители Донбасса, понятно, то есть, Донбасс, а что по югу, ну, Крым, эвакуация на юге, ожидание контрнаступления, то есть, есть какое-то поле, где развернуться, вот именно аналитической мысли, чего именно хочет Путин и вот этот поход на Россию, да, который там, страны Запада, это вот фигура речи или, собственно, действительно ожидается некий поход на некую Россию? Ну, давай сначала все-таки определимся с дефинициями, это самое главное, понятия, объективного понятия Донбасс нет, это эвфемизм, это обыкновенный эвфемизм, специально сделанный в коммуно-кагибийские времена, нет такого понятия Донбасс, нет никаких людей и народа Донбасса, это все брехня, абсолютная брехня, которую придумал кагибийский планктон и его представитель Путин. Нет, ну, есть понятия сугубо географические, Донецкий угольный бассейн, он простирается от Запада, ну, Днепропетровская область, Донецкая область. Александр, нету никакого бассейна, блин, это фигня полная, есть просто территория, вот, да, территория, географическая территория, понимаешь, да, там когда-то добывали уголь, Донецк назывался Юзовкой, потом Сталином, Сталином, понимаешь, то есть один бред, второй бред, Юзовка была, почему Юзовка, потому что тот, кто купил там земли и сделал шахты, это был капиталист Юз, с Германией, кажется, или откуда, понимаешь, поэтому, чё ж тогда мы не называем эту территорию не Донбассом, а Юзова, Юзова давайте называть, да и всё нормально будет, или, придумал, был такой, тоже, революционер Артём, потом его от Сталина, Троцкий и Ленин втроём прибили, вот, когда, типа, он что-то испытывал, какие-то аэросани или аэропоезд, вот, кличка у него Артём была, Востриков, не, Киров Востриков был, это, ну, это тоже, в Австралии он профсоюзами командовал, газету выпускал, а потом вернулся, оно ему надо было, там бы ещё в Австралии бы и капиталистом классным стал, а так сдох, да и всё, то есть, был Артёмовск, город называется Артёмовское, Шампанское, Артёмовск, нету Артёмовска, Бахмута, нету Бахмута, всё, Благую Весть, он разбомбили, там даже собор, сгорел собор, Благовещенский, да, да, вот Благовещенский, и вот тебе весь этот, вот суть того, что этот урод, этот Путин планктон этот говорит, кагибийская крыса эта, вот результат того, его болтовни, раз нет Донбасса, просто есть территории, обыкновенные территории, где живёт славянское население, где живут славяне, вот и всё, это было по всем соглашениям, территория Украины, и в УНР, и в так называемой Советско-Социалистической Республике, и в Украинской Республике после распада Советского Союза. Эта часть территории оккупирована под какими-то этими самыми придуманными кагибийскими, кагибийским рыгаловым, которые вырыгивает этот Путин, и которого слушают всякие мудаки, которые к нему приехали, такие же кагибисты, только низшего звена ещё более, вот и всё. Так получается, то есть уже с этого начала идёт брехня, на уровне категориального аппарата идёт ложь, абсолютная ложь. Дальше. Они напали на территорию Руси и Украины? Да, напали. Дальше идёт логика революционных войн и антиимпериалистических. Территория должна быть, если не можете наступать, а наступать в самом деле там нельзя. Он сейчас, этот офицер запаса финской армии показал спутниковые все эти кусок, там какой создан рубежей, там пробиться нельзя. Давай реально говори. Чтобы там пробиться, это надо бомбардировкой, там бомбить, бомбить и бомбить. Там минимум две недели надо бомбить и бомбы бросать, бросать, чтобы там это всё пробить проход. Там нельзя, невозможно там наступать. Прямо скажем. Да это что, это ж надо тогда сколько тысяч, десятков там украинцев положить. Это вообще тогда бред какой-то. Значит, по этой линии наступать что? Невозможно. Раз там невозможно наступать, значит, надо наступать куда? На территорию врага. На территорию врага надо наступать. Где лучше всего наступать? Стародубщина, Брянская область. Прекрасно. Занимать районные города. Где прекрасно? 60, меньше 70 километров, город Курчатов, где стоит Курская атомная станция. Что там наступать? Там никаких нет. Там дороги идут, прямо по дорогам наступать. Бери город под контроль, заходи на Курскую атомную станцию, там 6 блоков есть, выведены и не выведены, и все нормально будет. Они же так сделали с нашей Запорожской атомной станцией, сделали. А что мы не можем? Почему мы не можем? В чем проблема? Тем более, это была территория Украинской народной республики. Воронежская атомная станция стоит. Беларусь, заходи в Беларусь. Заходите в Беларусь, уже нет значения. Оттуда все время летят кинжалы, самолеты. Откуда зашли войска агрессора? Оттуда и зашли, правильно? Захватили Чернобыльскую атомную станцию? Захватили. Так в чем проблема? Заходите туда. Попробуй, зайди тогда в эти города белорусские. Он сможет что-то сделать? Он угрожает ядерным оружием? Ну и что? Мы подорвем Курскую атомную станцию, Минскую атомную станцию. То есть мы должны втянуть в этот процесс другие страны. Понимаешь? У нас выхода нет. Чтобы упал режим в цитадели, необходимо создать такие условия, чтобы режим начал рушиться. Ну так, а какие страны? И насколько их втягивание поможет Украине? Олег Игоревич. Польшу втянуть? Конечно, втянут. Их же и самолет чуть не сбили на Черном море. Еле выровняли эти пять пилотов. Мог же и грохнуться, так как этот самый жнец американский, который они уже подняли и уже по частям разбирают. Так же уже все. В Приднестровье заходите, там четыре сто пятьдесят этих московитов, солдат. Надо расширить. Расширить надо, ну, выхода нет. Или тогда подписывайтесь с ними соглашение о прекращении огня. Или так, или так. Уже третьего не дано. Уже нет третьего варианта, понимаешь? Или надо то, что сказал пресс-секретарь Эрдогана косым этот, как он сказал, что это Россия ведет войну не против Украины, а против Запада. То есть Турция уже в Запад не входит. Он себя уже вычеркнул, Эрдоган, что он член НАТО, и что благодаря Западу он, собственно, и появился, и развился, и они ему все дали. Если бы Запада не было, то уже бы Турции давно бы не было. Понимаешь? И кандидат члены ЕС, они и так далее, и так далее, и живут за счет Запада. Германия и прочее. То есть все уже. Он сказал, что он дальше сказал, что Россия победит, что Украина не победит в этом конфликте. Конфликт сказал, слышишь? Он четко говорит, то есть Турция это наш враг. Зерновой сделки уже не будет. Все. Уже надо четко понимать, что нужен другой маршрут, что Черное море это море войны будет. Вот что надо понимать. Война придет в Румынию обязательно, в Молдову. Уже придет. То есть будет дальнейшая эскалация. И вот эта так называемая манифестация, которая в Кремле устроена сегодня была на этом кладбище на Красной площади, это манифестация, что Путин создал уже открыто новую коалицию антиукраинскую. Врагов Украины. А раз есть ядро и по нему не нанести удар, то в эту коалицию сейчас начнут входить другие страны. Он выступил против Запада. Запад Байден уже настолько так сказать стал центральным экспонатом музея восковых фигур мадам Чусо, что они вообще промолчали по этому поводу. Представляешь? То есть вы что творите? Вы что не могли им позвонить? То есть они все приехали. Они все. Узбекистан же тоже приехал, если не ошибаюсь. Вот и все. Только что он поехал в Германию, там Штанмайером встречался, Шольцем. Так что Штанмайер не мог позвонить, и куда поехал, друг? Ты определись с кем ты. Вот чем дело. Понимаешь? Что Такаеву не могли позвонить сказать? То есть настолько украинская власть слаба, настолько беспомощный Зеленский, настолько это уже деградировано все, они настолько про бабки все думают, настолько, слышишь, они подали законопроект про дезинформацию, им нечем заниматься, и мне, они с мэрами воюют, они, у них война под боком, они приняли решение, что исполнительная служба, сейчас закон приняли поправки, будет людей прессовать, у которых штрафы 100 тысяч, до 100 тысяч и более, ну, представляешь, отменили эту постанову Кабмина, то есть получается, сейчас десятки миллионов украинцев потеряли свое жилье, дома, бизнес и все, они чем занимаются, да на приказ судам вести дела за честь и гидность, слышишь, нечем больше судьям заниматься, только честь и гидность рассматривать, дан приказ судам прессовать за так называемую дезинформацию, так все дезинформация, информация, вчера ты правильно сказал, вчера был день победы, а сегодня уже не день победы, то есть что вчера было, информация, а сегодня уже дезинформация, понимаешь, то есть у них даже в мозгах этого нету, они просто, как бы, ну, не хочется их, так сказать, называть определенными словами, но так и есть, поэтому Зеленский, слуги народа, какие они слуги народа, они не слуги народа, они не имеют дальше перспективы, они, ситуация усложнилась, ситуация практически становится неконтролируемой, идет хаос, никакого традиционного на фронте сделать контрнаступление невозможно, но с другой стороны и Путин обхезался по полной программе, дерьма у него выше головы, потому что не взяли они Артемов с Бахмут не так, не сяк, понимаешь, то есть у них тоже провал, фактически линия фронта стала, все, и теперь вопрос такой, или идти, как этот говорит Папа Римский и прочие, Киссинджер опять выступил, да, говорит, Китай подключился, значит, так и будет, прекращение огня, или переносить войну на территорию главного врага, оккупанта, который осуществляет геноцидно-террористические действия, и вводить свои штурмовые отряды и группы в их города, и превращать их в такие же разваленные, горящие, дымящие, как они превратили тысячи украинских населенных пунктов. тогда, тогда будет изменение ситуации, тогда каждый урод, которого Путин к себе будет приглашать, он будет думать, он хочет, чтобы у него так было, или нет, Иран надо бомбить, бомбить надо, а что делать, а как они уже все, там уже тысячами идут эти, блин, иране, тегеране. Да нет, тут прошла информация, что собираются в Гомеле на заводе радиоэлектронном их собирать, вот эти иранские шахеды. Значит, надо Гомель бомбить. Гомель надо бомбить. А кто будет бомбить и чем? Да есть чем. Ну что, С-300 нельзя, 400 сделать. Украина была переполнена этими РСЗО, С-300 и так далее. Аналоги наши. Другой вопрос, что за 15 месяцев не смогли сделать эти заводы, восстановить производство, чтобы шуровать их города, как наши? Вот в чем вопрос же главный, что они такие, это руководство беспомощное, бесхребетное, слабое, что даже этого сделать не может. Не научили, он же пишет, что нету у нас генералов, которые могут планировать на высоком профессиональном уровне сложные наступательные операции. Нету. Ну нет. Подоляк заявил, что контрнаступление это не одна какая-то битва, а это серия операций. То есть одни говорят, что, вот как Громов кажется, ну, сейчас не вспомню конкретно, да, вот один из замминистров, да, что шок и трепет чуть ли там не будет у врага, и это будет мощно, сильно, вот просто неимоверно, умопомрачительным. Подоляк говорит, серия этих позиций, да, вот серия, вот скажем так, разных боев, резников, да, вот не нужно переоценивать контрнаступление. Какая-то вот странная какафония. И вот все-таки на эвакуацию вы не обратили, не обратили так внимания, но как бы эвакуация идет в оккупированной части юга. То есть или ну, узнали, где будет, или жест доброй воли, или ну, какой-то другой сценарий. Все-таки если остановиться на том, каким оно будет и будет ли это контрнаступление, вот что бы вы сказали по состоянию на сейчас? Ну, мы четко можем говорить, что та система обороны, которая сейчас показана, да, со спутников и прочее, там, где Токмак, Запорожье, там невозможно пробить. Украина не имеет на сегодняшний день такого объема современного оружия, чтобы это уничтожить, эти линии обороны. Ну, реально, надо говорить. А тогда что, должны гибнуть наши, десятки тысяч наших воинов? А где мы потом их возьмем? Где мы их возьмем потом? То есть это уже для нас неприемлемо. То есть плата за наступление, где надо заплатить минимум 50 тысяч наших бойцов лучших сегодня, это неприемлемо. Абсолютно неприемлемо. тогда, где другое место есть? На юге, да, там, где вот этот, вы, короткие самые, когда я описывал этим болванам, что надо было наступать тогда сразу, когда отступление они осуществляли с Херсона, надо было на их плечах заходить на левую часть. Они же не сделали это. Так же, как, когда было Харьковское наступление, надо было идти дальше и заходить в эти территории и так далее и выходить туда. Им вглубь, где не было никакой защиты, Луганск, Донецк и так далее. Не сделали это, не сделали. А сейчас все. Уже поздно. Уже все знают. Вот и этот же заявил Резников, что минимум 300 тысяч на фронте стоит, а всего до полумиллиона. Это объективная реальность. Что там есть, где Скадовск и так далее. А там тоже не так просто. Там тоже. Что у нас есть на 300 километров до 300 километров эти ракеты? Нет. У нас что есть, которыми можно все уничтожить, чтобы пробить? У нас управляемые бомбы, как у них есть? Нет. У нас есть беспилотники, которыми можно наносить мощные удары? Нет. То есть как? Чем наносить? Как туда пробиваться? Как туда пробиваться? И зачем? Надо идти там, где нет обороны. Я сказал, где нет обороны. Туда надо идти. Тогда Запад начнет визжать. Тогда хорошо. И это отлично. Как только мы займем Курчатов, тогда визг поднимется. Ну тогда можно Курчатов обменять на Запородина, на Энергодар. Тогда нормально и наступать не надо. Зайди в Брянскую область, иди на Смоленскую, там вообще никакой армии, ничего нет. Бери города подряд и все. А чем их города, так сказать, более не должны, их должна быть судьба таких, как произошло с тем же Мариуполем? Что, Мариуполь можно восстановить? Нельзя. Нельзя. Это город смерти. Северодонецк, Рубежное, эти прочие города, это все уже. Солидар и так далее, Бахмут и Артемов, это все города. Марьинка, это города смерти. Они не подлежат восстановлению, это даже хуже кладбища. Ну, так надо им то же самое показать. Тогда это лоскутное одеяло под названием Московия и РФ начнет трещать по швам. Потому что Татарстан не пошлет, зачем ему освобождать города в Брянской и Смоленской области? Ну, так, погодите, а зачем ему война в Украине? В Украину уже посылают, так это далеко. Их почти не посылают. Их мало. Зачем якутам туда ехать? Они не будут. Тогда начнутся столкновения внутри Российской Федерации. башкиры рассказывают, что мы должны освобождать. Зачем нам курс и курчат? Нам не надо это, пусть они сами освобождают. Вот о чем речь идет. Надо брать, если мы зайдем, например, в Беларусь, ну, зайдем и все, ну, будет он орать там этот Лукашенко, ну, и что? Ну, подниму двое остальные, ну, пусть поднимают, пусть поднимают. Но тогда мы меняем весь геополитический контент. Тогда Турция вякать не будет, что Украина ничего не может. Или Орбан в Венгрии проиграет Украину. Они уже Украину похоронили. Президент Бразилии похоронил, Орбан похоронил, Эрдоган, они уже похоронили Украину. Все похоронили. Вот эти Среднеазиатские республики похоронили. Они пришли к Путину, они Путин, ты наш путеводитель. Мы с Распутиным, Шаломовым Путиным. Понимаешь? Вот что, это манифестация. Это значит, они считают, что Зеленский обречен. Это власть, слуг народа обречена, этот режим и Украина обречена. Этот же Колым сказал, все равно Украина сядет. И Киссинджер сказал. Киссинджер, конечно, Колым ему даже в носки не годится Киссинджеру, понимаешь? Что поддевать? Ну, Киссинджер сказал, все. Вот о чем речь идет. И Синцепин, значит, тоже сказал. Поэтому трус не играет в хоккей, как Высоцкого. Буйных мало, вот и нет у вожаков. То есть, мы можем это сделать. Другое дело, это один сценарий. Это, так сказать, для героев. А для Шопла, тогда второй сценарий, это прекращение огня и снятие военного положения, перезагрузка, выборы парламента. Вот и все. И потом президентские выборы. Но уже по-другому. Президент уже понятно, нельзя Украине избирать, прямым в парламенте, надо переходить чисто в парламентскую республику. Однозначно надо переходить. Максимум 300 депутатов, и то много, 250 хватит. Не надо 450. Другая модель должна быть, избрание. Нельзя шобла всякое избирать депутатами. Нельзя шариков, швондеров избирать туда, тупорылых. Пить, курить и говорить, и трахаться. Они начали одновременно в своей жизни, понимаешь? Ну, нельзя такое чмо туда избирать. Их потом в Трусковце собирали, и мазы рассказывали, что им надо как руки поднимать, по какой команде. Такого вообще шобла у нас не было. Я не помню за 30 лет, чтобы такое избрали, такое, как сейчас сидит там. Понимаешь? Вот и все. Значит, это все себя уже изжило. Надо переходить в другую модель. Какую? Вот вопрос. Так вопрос, потому что эта модель наверное должно быть отражением общества. А вот сейчас во Львове, ну вы же встречали эту информацию, подошел местный активист, блогер, услышал, что сидит во Львове на машине, в машине дорогой, два парня и громко слушают Лепса. Подошел, начал делать замечания под камеру, там выбили телефон, обматерили его, нашли этих двух парней на камеру, они извиняться стали, ну им еще в довесок и повестки вручили. Понятно, что с точки зрения украинцев, Украины вот сейчас сидеть в машине и громко слушать Лепса, это, конечно, не очень камильфо, но с точки зрения европейских ценностей, ну, как бы тут тоже есть определенные вопросы. Вот для какого общества будет выбираться модель? Для общества, где детская писательница Лариса Ницой, там просто ужас, что творится у нее в соцсети, рассказала историю о том, что в центре реабилитации там попросили подать телефон, ну, кто-то из бойцов, которые проходят реабилитацию вооруженных сил Украины, а он ей ответил спасибо, а ему на мае спасибо в украинском языке, дякую надо говорить, и тот вроде как оторопел, но ей потом написали, почему тот оторопел, собственно, съездила бы она в Константиновку или туда в Часовьяр, вот для какого общества модель, парламентскую модель, ну, там вы о ней рассуждаете, сейчас в прошлых наших встречах рассуждали, парламентскую модель, где свободно, ну, определенные вещи считают мавитоном? Надо просто перейти к свободе человека, потому что вся эта совокупность, она вот такая, как и есть, она такая, как есть, ей не надо навязывать стать ей, чтобы она стала одинаково, не надо с одной крайности коммунистической бросаться в другую крайность, понимаешь? Две же империи было, правильно? Нацистская и коммунистическая, большевистская, вот с одной крайности не надо в другую крайность впадать, тем более надо помнить простую вещь, еще раз я же говорю, простые вещи, что Польша, Болгария, Украина, Словакия, Чехия, Сербия, Беларусь, да и Молдова населена, да и Латвия во многом, и Эстония, и Литва, они являются, там главные, так сказать, структурообразующие нации называются славяне, восточные славяне, центральные славяне, южные, северные славяне, а у славян славянский язык в основе лежит, поэтому не надо частное делать что, Александр, общим, не надо частное делать общим, частное, так же, как политическая партия, партия, это часть переводится для дебилов, чтобы понимали, часть не может стать общим, не может партия стать всем обществом, потому что она часть, выражающая часть всего социального спектра, вот и все, и вот когда не будут подавляться главные составляющие, элементы вот этого общего, когда части не хотят быть главным и подавлять всех остальных, тогда все будет нормально, дайте развиваться многообразию, но в рамках правильной доктрины, правильной парадигмы, без окна Авертона, без 13 правил Саула этого Алимского и прочего, прочего, дайте развиваться тем, которые держат общество, те, кто создают прибавочную стоимость, носителей частной собственности здоровой, а не ростовщического капитала, ну это, блин, можно учить, это я учил, я смотрю, как это все равно не в коня корм, понимаешь, это все равно, что этих самых кормить апельсинами, понимаешь, но надо, чтобы обществом управляли брахманы, стоящие на определенной духовной парадигме, а не всякая шушера, шлейбень всякая, вот в чем главный вопрос, а шлейбень не должна вообще управлять обществом, не должна, да, тогда будет все нормально, тогда будут нормальные, так сказать, иерархия слоев, каждый слой, самое классное было выстроено, кстати, скифская модель, определенные слои были, причем они и жили как слои, понимаешь, какие были скифы, все четко расписано, просто та же теория превосходства, только по-другому, превосходства должно быть интеллектуально-духовное, конечно, а как же иначе, рожденный ползать, летать не может, но не может, понимаешь, есть те, которые могут, а есть те, которые не могут, но это должно определяться не тем, что у него там по крови, да, я помню, стягнебоком говорил, так что, будете по крови определять, он говорит, да, по крови будем определять, это не должно определяться социальным статусом, он бомж или не бомж, пролетарий или не пролетарий, это вот чем должно определяться, понимаешь, духовной парадигмой должно определяться, а не как сегодня, хлеба и зрелища, хлеба и зрелища, да, пожалуйста, уметь делать зрелища и бросать объедки, тот классный, друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал, на канал Олега Соскина, он отмечен как пользователь YouTube, переходите, подпишитесь на мой телеграм-канал, подпишитесь на YouTube-канал, если не подписаны, ставьте лайки этому видео, Олег Игоревич, тут еще одна очень интересная история раскручивается, ну, вроде бы как загасили пожар с Пригожиным, но он вынырнул снова, говорит, ультиматум, если чего-то как, я, там, 10-40, не дадите информацию по боеприпасам, ну, я тогда выйду и скажу неприятную какую-то правду, 10-40 эти прошли, и дальше там длинное видео Пригожина, ну, как бы 9 мая, и Пригожин говорит, что боеприпасов не дают, фланги вооруженные силы Украины рвут на, как он говорит, артемовском направлении, бахмутском, да, и там будет контрнаступление, то есть, мы видим, что это какой-то такой, знаете, вроде бы как спектакль сыграли на выходных, а сейчас как бы доигрывают, или здесь действительно что-то, что-то зашито более как бы глобальное, чем конфликт, условно, там, Пригожина и Минобороны. Потому что надо крайнего найти. Крайний нужен. То есть, Пригожин говорил, что он возьмет Артема с бахмута. Не взял. Теперь надо кого-то казнить. Надо сделать кого-то козлом отпущения, принести в жертву. Возникает вопрос, кого? Пригожина? Ну, там, надо его. А пошел на помощь, послали Кадырова. То есть, он же тоже входит в эту группу Золотова, Дюмина. Там же еще кто-то есть, правильно? За ними Уткин там стоит. Так сказать, что такое Уткин? Это группа была, это военная часть, было КГБ и так далее. То есть, это видно, сепаранты какие-то стоят. Понимаешь? То есть, получается, что это определенная совокупность, назовем их, так сказать, есть башни Кремля. И вот эта группа сейчас резко проигрывает. резко проигрывает. Потому что логика Шойгу, Герасимова и всех остальных в том, что давайте выстроим вот эту оборону. Они ее прекрасно выстроили, правильно? И будем ждать, когда украинская армия пойдет на рубежи. Мы их перебьем, правильно? Перебьем. И потом спокойно по их трупам зайдем и в Херсон, и в Карков, и в Запорожье, и в Днепр. Потому что там же нету рубежей, правильно? То есть, на рубежах этих российских наши бойцы все десятки тысяч погибнут, мясом завалят, а потом по их трупам пройдут российские войска, спокойно возьмут украинские беззащитные города. В этом, наверное, смысл. Правильно? Правильно. А считалось, что была еще одна линия, вот это пробить Бахмут, Марьинку, вот это там эти куски. Не пробили. Тогда Шайгу и Герасимов говорят, так мы же были правы. Наша концепция правильно. Видите? Ничего не сделал. Тогда надо погибнуть при Гожину, правильно? И тем, кто с ним. Он говорит, ребята, вы что, как это я погибну? А Судан, золотые прииски, а Мали, а Центральная Африканская Республика, мы же там все держим, вы чего? Они говорят, да, блин, держит, а кем же мы его заменим? Неком заменить, понимаешь? Венесуэла, Латинская Америка, Центральная Америка и так далее, где они сидят. Вот. И тогда что получается? Тогда пригожено заменить утки на некий и то ядро, которое там есть. В момент. Тогда говорит, давай перфоменс сделаем с Кадыровым и начинают они мячик гонять туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Тот говорит, я выхожу. А мы заходим и зачистим. Тот говорит, я уже не выхожу, потому что уже вроде как обещают. Ну и да, сейчас правду вроде как рассказал, но говорит, мы еще несколько дней пободаемся, а там разберемся. И говорит, тогда Кадырова, ну тогда надо встретиться, поговорить. Понимаешь? А про что? Про Луи Виттона. Что у Кадырова есть Луи Виттон, Френч и прочее, а у Прилепина этого, господи, Привожина вроде как нет. Понимаешь? То есть это все для дураков, для плебса. Поэтому я думаю, следующая ситуация у нас сегодня сложилась. Это фактически не выполнена главная задача. В чем она состоит? Не взят Артемов с Бахмут и все остальное. И Шойгу и Герасимов сегодня эти башни Кремля на коне. Плюс они ему еще и подсунули Суровикина и того бывшего, которого сбросил этого мясника Мариуполя. Это все чужие для Шойгу и Герасимова. Они говорят, ну иди туда к ним, идите туда к ним. То есть там тупик, полный тупик. Вот и теперь ждут, что же будет делать Зеленский, Залужный, наш генштаб Шептала и прочее, и прочее. Но Сирский, как бы там ни было, наши герои, войны, они своей кровью задачу выполнили. Они не дали Путину совершить вот этот символический акт. то есть они сказали, мы сумели на Донбассе освободить. И мы сделали из трех фигуру. Дырку тебе от Бублика, этот самый, Каебийский планктон, на тебе. То есть у него нет успеха. Нет успеха. Вот теперь надо что делать? Вот я же сказал, два сценария. Или переходим на их территорию агрессора, или тогда прекращение огня, перезагрузка власти, снятие военного положения, отмена всех карательных законов типа масс-медиа и прочая дрянь, преследование людей и запретить все те самые позовые судебные против людей и там гиднища вообще выкинуть по правам водительским там, как это сегодня преследование идет. То есть просто оставить только те преступления против личности и против его частной собственности. Все остальное убрать. Оно никому не надо. Перейти в другую налоговую модель и так далее. Ну это у меня все описано, как надо делать. Это даже противно повторять. Ну что ж баранам повторять и мартышкам гамадрилам? Гамадрилу сколько не повторять, он все равно, он гамадрил, он и есть гамадрил. Понимаешь? Поэтому надо это сделать. Вот. И тогда рассеется туман, этот зелено-коричнево-желтый, и тогда уже легче будет, тогда видно будет, видно будет. А сейчас полная фотоморгана, нифига ж не поймешь. И пустыня вокруг. И эти разные возникают у людей какие-то эти как бы аллюзии, и они начинают бросаться гранатами в квартирах там или возле автомобилей. А это уже очень глухо и опасно. да, здесь это действительно так и есть, и, конечно же, очень надеемся, что туман рассеется, и все станет яснее, картина прояснится. Олег Игоревич, такомир, когда? Когда перестанут стрелять, когда закончится ну вот эта фаза перенастет какую-то другую, может быть, дипломатическую, там, жесты доброй воли или какие-то еще другие процессы. Потому что, ну вот смотрите, Киссинджер, вы упомянули, да, сказал, к концу года все будет. Но как-то вот подозрительное молчание от китайского спецпредставителя по урегулированию. Вроде как он есть, его назначили, у нас Рябикин есть уже новый посол, прошло уже больше там десяти дней, больше, наверное, да, и оттуда как бы ни ответа, ни привета. То есть, с этого направления в общем-то назначениями обменялись, созвонились Си и Зеленский, а дальше что? Просто вот здесь, наверное, очень так принципиальный момент, потому что, ну это же была сенсация, когда они созвонились. Ну а по факту, по делам, если судить. И вот здесь, наверное, самый финальный, но вот самый такой четкий и понятный вот этот вопрос. Прав получается генсек ООН, который говорит, что мира не будет? ну мир и прекращение огня — это разные вещи. Мир мы не можем допустить. Какой мир? Нас оттяпали 18% территорий, разгромили страну. Какой мир может быть? Один триллион евро — это так просто потеряно. А есть же еще упущенная выгода и все остальное. страну просто лишили на сегодняшний день того будущего, той реальности, в которой она жила. Ну, значит, враг должен за это понести наказание? Конечно. Враву международный трибунал в Гаае сказал четко, что он должен, его надо судить вместе с этой, блин, которая там прилипала и возле Путина. Понимаешь? То есть вот это условия мира. Но Украина имеет силу, чтобы это сделать вот путем традиционного так называемой модели мы с тобой рассмотрели контрнаступление? Я считаю, нет. Тогда давайте вот два варианта делать. Или берем передышку и садимся возле реки времени и ждем, пока проплывет труп. А Россия все равно распадется Российская Федерация. Это просто сшитый, это колосс на глиняных ногах. У него нет будущего, он должен распасться. Только время. Что только мы должны этим заниматься? Пусть другие позанимаются. Это один вариант. А мы делаем перезагрузку, очищаем общество и так далее, и так далее. Целый ряд шагов делаем. Это один вариант. Второй вариант. Мы идем на расширение боевых действий, переносим боевые действия на территорию врага, геноцидно-террористического. И тогда таким образом заставляем весь мир как говорится определиться. Они идут со злом или с нами. И все. Мы их просто вытягиваем из их нор Польшу, Литву, Латвию, Финляндию, Швецию, Эстонию, Норвегию, Данию, Великобританию. Что не только надо этими коронациями заниматься себе на голову эти приборы на голову одевать себе, а надо еще чем-то заниматься. Тогда им придется заниматься. Вот вам или так, или так. А третьего не дано. Китайцы это не третий вариант. Что китайцы? Китайцы у них тоже не так все хорошо. У них никакого роста нет. Нет роста. Более того, если мы переносим войну на территорию агрессора, тогда для Китая, Синдзеппина, это начинаются вырванные дни и ночи. Если мы берем прекращение огня, то для Китая тоже это не очень хорошо, потому что тогда все переходит туда, на Тихоокеанский регион, на Тайвань, на Северную и Южную Корею. Там будет война. Там должна быть тогда война. Поэтому Синдзеппин, он выигрывает только в одном, если его включают в процесс переговоров. Но переговоры нам на таких условиях не нужны. Прекращение огня может быть, да. Слушай, фронт стал. Все. Вот такое может быть. Не признание территории, что мы их кому-то отдали, а просто прекращение огня. Да, может быть. Для того, чтобы перезагрузить власть. А можно наступать туда, как я сказал. Вот два сценария, третьего, я не вижу третьего сценария. то, что прорвут, там есть одна щелочка, может, две. Но это очень-очень. Ну, опять-таки, по большому счету, а что нам в Крым идти? Чтобы татар освободить? Или зачем нам туда заходить, в Крым сейчас? С какой целью? Чтобы объявить национальную автономию татар, которые взяли гражданство себе турецкое? Для них, что ли, Крым принести? Или кому? Нет, ну, есть же разговор о том, что это будет область, а не автономная республика? Будет. Тогда давайте примем решение. Сейчас, да. Сейчас, да. Там у вас есть же большинство? Есть. Давайте ликвидируем автономную. Что вам мешает ее ликвидировать? Ликвидируйте. Сделайте, верните ее в состояние области, и все. Тогда и будем говорить. А зачем? Для кого сейчас это? А что ж татары ее не освободили в 14-15-м адапт? Поэтому зачем нам это надо? Для них каштаны это тягать? Спасибо большое. Чтобы наши росли кладбища? Для чего? Что мы от этого выиграем? Ничего. А как тогда возвращать? Получается, что возвращать некогда, если туда не заходить? Я же сказал, как? Вот заходите в другие регионы, объявляйте их стародубщиной, проводите там референдумы, в Белоруссию заходите, там проводите референдумы. Как они провели, так и мы должны проводить, и объявлять это нашей территории. И все. А как иначе? Какой привет, такой ответ. Время такое пришло. Время крушения старого миропорядка и рождения нового хаоса. Вот и все. Поэтому да здравствует хаос. Анархия, мать, порядка. Олег Соскин был моим собеседником сегодня. Олег Игоревич, спасибо большое за то, что нашли время, поделились своими мыслями. И вам спасибо. Друзья, берегите себя, берегите друг друга. Увидимся обязательно на моем канале. Всем добра и света. До скорого.